Саратов, Большая Горная горит, три частных дома. Плотная городская застройка способствует распространению огненной стихии. До приезда специалистов экстренных служб, заметившие пожар полицейские, сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди жителей микрорайона. Увидел, что горит дом. Женщина звала на помощь. Я выбежал, забежал в дом, там находилось пятеро детей. Я их сразу же оттуда вывел, перевел на другую сторону дороги. Сообщил дежурную часть, что необходима пожарная помощь и скорая помощь. Дом был на трех владельцев, стал отбегать другие входа, стучать в окна. Сами погорельцы не имели реального представления о масштабах происшествия. Они заметили, что было задымление, но не понимали, откуда оно. Они в тропях какие-то вещи собирали. Но там уже в доме покапала смола, и уже было плохо видно внутри дома. Их нужно было уже срочно выводить оттуда. Потому что дом загорелся прям за три минуты. Возможность оценить степень бедствия у жителей появилась лишь после того, как их эвакуировали на улицу. Полицейские работали быстро и слаженно, обходя каждый дом, стоявший на пути огня. Начали стучать в соседние дома, где уже огонь практически перешел на соседние дома. И стучая в окно, мы разбудили соседей, где там вышли бабушка с дедушкой и помогли им выйти из этого дома. Также они попросили вынести документы с пакетом, потому что они боялись, что дом мог тоже вспыхнуть, потому что огонь довольно-то был серьезный. После чего через несколько минут буквально подъехала пожарная часть и начала тушить данный очаг возгорания. После приезда пожарных сотрудники перекрыли въезд для гражданских автомобилей на прилегающую к месту пожары улицы и направляли транспортные потоки по объездным маршрутам. Оперативные действия сотрудников патрульно-постовой службы и госавтоинспекции, а также профессионализм пожарных позволили избежать человеческих жертв, а также предотвратить возможное возгорание целого микрорайона в центре города. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.